Привет, мои дорогие и любимые подписчики, а также те, кто первый раз на моем канале. Новичкам советую подписаться, нажать на колокольчик прямо сейчас, ставьте лайки и будьте в курсе новых видео на этом канале. На нем вы найдете все, что касается игры на вилончели, начиная от того, как правильно сесть, как подставить руки, как свободно виблировать, какие штрихи есть на вилончели. И отдельная рубрика у нас, это мировые хиты на вилончели. Мы разбираем ваши любимые мелодии, вы мне их задаете, как бы заказываете в комментариях, или же когда мы с вами на прямом эфире находимся. И я уже, соответственно, вашим запросам набираю специально для вас ноты в удобной тональности, аппликатуру, то есть пальцы и штрихи. Потому что, прежде всего, серия мировые хиты на вилончели – это для новичков, для тех, кто хочет сыграть любимые мелодии, но просто еще не знает как, и какими пальцами, где найти ноты, и как с этим всем справиться. Еще раз напоминаю, что тем, кому неудобно играть почему-то на вилончели, записывайтесь на бесплатную консультацию. Прямо сейчас вы можете найти меня в фейсбуке, на мессенджер написать мне. Первая консультация, она пробная, бесплатная и вполне вероятно, скорее всего, этого будет достаточно, чтобы устранить ваши проблемы. Или посадки, или постановки, или еще какие-нибудь. Это надо смотреть. Если же вам удобно играть, тогда нет вопросов. Как всегда, перед началом урока, скачайте, пожалуйста, ноты. Ссылочка в описании этого видео. Скажу сразу, что это не все танго, а бливион. Это две его основные мелодии. И я вам сейчас их сыграю, пока вы будете скачивать ноты. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такая чудесная мелодия. Она, как нельзя лучше, подходит к этому летнему вечеру, прекрасному солнечному. Это аргентинская танго. Это как раз вот такое расслабленное, такое знойное, темпераментное, эмоциональное. Оно, я думаю, принесет вам много удовольствия. Итак, начинаем разучивать. Тональность до минор, 4 четверти. Темп у нас медленный. Начнем с первых четырех тактов. Первая нота у нас соль. На ля струне четвертая позиция. Я напоминаю, как найти четвертую позицию. У нас большой палец упирается в шею. Напротив него мы ставим первый. Это начало у нас четвертой позиции. Это нота ми, которую мы можем проверить с ля. У нас тут квинта. И от нее отсчитываем. Наверху две нотки. Это нота соль. Четвертый мот. Проверяем ее с третьей струной. Получаем нашу первую ноту. Нашего танта. Итак, у нас нота соль. Четвертый палец. Потом фа ми. Второй, первый. Широкая позиция. Дальше ре, до. Третий, первый. Теперь ми, бомоль, четвертый палец. И дальше идем на ре струну. Играем си, бомоль, ля, бомоль. Второй, первый палец. Теперь считаем. Раз, два, три, четыре. 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 В основном у нас у штрих легатор и даташе. Об этом у меня есть отдельные уроки. Подсказочку я вам оставлю. Обратите внимание на вибрацию. Как свободно вибрировать. Начинать плеча от локтя. Использовать плечевую и локтевую вибрацию. И инерционную свободную вибрацию. Об этом есть отдельное видео. Тоже оставлю вам ссылочку. Итак, это были первые четыре такта. Потом давайте рассмотрим еще три с половиной. Это вот как до. Тоже позиция. Четвертая позиция. Только на рай с фрунер. Прогребляем нотку до с открытой до. Итак, такт у нас до, си, бомоль, ля, бомоль, четвертый, второй, первый. Широкая позиция. Потом у нас си, бомоль, второй. Ля, бомоль, соль, четвертый, третью. И потом у нас ля, бомоль, четвертый, соль, два, третий, первая. Ми, бомоль, ре, первый, открытая. И третий соль. Считаем. Раз, два, три, четыре. Идем дальше. Дальше у нас затап соль, доры. Играется в третьем, первом и третьем опять-таки. Нотка соль на рэ спруне, доры на ля спруне. И в той же позиции играем ми, бомоль, четвертым пальцем. Дальше ми, ре, фа. Это у нас второй, первый, четвертый. Получается три нотки на два счета. Это четвертые триоли. То есть мы играем у фа, фа, три, три, четыре. Под си, бомоль, ля, бомоль. У нас четвертый, второй. Потом у нас идет соль, ре. На глиссандо, на реструге. Соль у нас первый, ре у нас второй. В той же позиции до ми, первый, третий. Ля, бомоль, соль, четвертый, третий. И потом фа, до, первый, второй. Потом ми, фа, соль, первый, второй, четвертый, извините. Широкая позиция. Здесь идет третий палец, это соль. Еще раз играем от форте, или даже за тактом. Соль, до, ре, ми. Считаем. Раз, два, три. Если вам сложно, вы не успеваете, Можете поставить на паузу и послушать еще раз, посмотреть еще раз аппликатуру, штрихи. Обратите внимание на вилочки. Я вам специально их выписала, когда мы делаем крещендо. Мы ведем стучок быстрее и глубже, как бы вглаживая ноту. Когда тиминэндо, этот стучок ведется чуть медленнее и легче, постепенно облегчается вес. То есть тоже это важно. Итак, идем дальше по тексту. Дальше у нас форте, опять-таки нотка ми и доре. Это будет четвертый палец. Доре будет первый палец. Ми, ре, фа, силя. Опять-таки второй, первый, четвертый. Уже эта треолька такая была у нас. Четвертая треолька. Си, бомоль, ля, бомоль. Четвертый, второй. И затем соль, ре уже тоже такое было. Это у нас на глиссанта. Первый, второй палец. На растроне. До, ми. Первый, третий. Четвертый, третий. Ля, бомоль, соль. Фа, ди, второй. Открытая ре. Третий, третий, соль. И до первой. Ля, ля, струй. Считаем от форте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Я вам еще раз сыграю. пожалуйста проследите как такие пальцы у нас какие у нас ноты как я вибрирую как я делаю нюансы допустим как и тела крещендо диминайдер как у меня при этом меняется вибрато на крещендо на один минут потому что на крещендо становится интенсивнее шире на 2 наносится менее интенсивное и менее широкая и обратите внимание на динамику на нюансы у нас есть тут основном от саппорта и форте поэтому проследите еще за этим и проследите за ритмом и так послушать еще раз глядя в ноты а 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 Надеюсь, у вас получилось за всем проследить, и вы действительно получите удовольствие, разучивая эту любимую вами мелодию. А я жду ваших комментов, насколько вам это было легко или сложно. У меня есть уже следующие заявки на разборы новых хитов, которые бы вы хотели разучить со мной. Пока я на сегодня с вами прощаюсь. Желаю вам успеха и жду ваших комментариев, как вам понравился вам или нет. И, наверное же, в этот четверг, у нас, насколько помню, это будет 11 июня, в 20 часов, в 8 часов вечера, я бы хотела провести трансляцию для новичков, вебинар для новичков, ваши вопросы, мои ответы. И там как раз услышать, что вас беспокоит, и что у вас получается, что не получается. И пообщаться с вами как бы более тесно, не в одностороннем порядке, как мы это делаем сейчас. Вам желаю хорошего вечера и до встречи в четверг. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok